МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 80 миллионов на перекрёсток. В Благовещенске этим летом реконструируют пересечение Мухина и Гнатьевского шоссе. Сквер мира не место для сражений. Благовещенцы отстаивают памятник, возведённый на деньги школьников и студентов. Всё культурно. Перед отправкой в Китай отечественную Сою подвергают тщательной проверке. Об этом и не только вы узнаете прямо сейчас. В эфире новости информационной программы «Город». В студии для вас работает Наталья Бернацкая. Здравствуйте. Вместо 20 участков дорог этим летом в Благовещенске отремонтируют 23. Дополнительные работы удалось включить в план благодаря экономии. На что планируют потратить меньше, знает Кристина Добровольская. Она побывала на выездном совещании, которое губернатор провёл совместно с мэром областной столицы и представителями ГИБДД. Мы с ГИБДД будем договариваться о регламенте работы поста и будем работы вести в основном в ночное время. Изначально мост через Зею планировали отремонтировать капитально, заменить покрытие вплоть до бетонной стяжки и установить новые бордюры. Однако, чтобы заблюсти все требования Росавтодора и передать объект в федеральное ведение, придётся потратить весь дорожный фонд на год, а это 300 миллионов рублей. В итоге, чтобы сэкономить деньги на ремонт других участков, на мосту решили просто обновить асфальт. Работы начнутся в мае. Все прекрасно понимают, сложности с пропускной способностью будут. Будем пытаться регулировать дорожное движение, чтобы создать как можно меньше неудобств для жителей города Благовещенска. Как раз, чтобы избежать неудобств, ещё один участок начнут ремонтировать уже после завершения работ на мосту в августе. В порядок приведут улицу Магистральную от Дорожного полицейского до Новотроицкого шоссе. На протяжении двух километров заменят асфальт, обустроят автобусную остановку и установят фонари. Такое же обновление ждёт и улицу Школьную в районе пятой стройки. А самой длительной и масштабной станет реконструкция перекрёстка Мухина-Игнатьевское шоссе. Разбитое покрытие транспортной артерии сегодня часто становится причиной пробок и заторов. У нас появятся две полосы, если кто на этом перекрёстке ездил, видел, что у нас обычно машина друг друга переезжает, будут две полноценных полосы, которые будут поворачивать налево и уходить в сторону микрорайона, и одна дополнительная полоса правоповоротная появится в сторону кольца. Помимо этого на участке заменят асфальт, установят освещение, оборудуют ливневые канализации и пешеходные зоны. Сроки исполнения будут достаточно длинные, то есть мы начинать будем где-то с мая, как только пройдут конкурсы, и завершать будем только к ноябрю. Ну, если повезёт с погодой, возможно, раньше. Поэтому я надеюсь, когда завершатся работы на этом перекрёстке, здесь будет действительно удобный, комфортный для проезда участок. Третий год подряд на дорожную кампанию Благовещенск получает из областного бюджета 300 миллионов рублей. Причём этим летом большой упор сделают на отдалённые районы города. Здесь вот задача успеть в сезон, успеть, скажем, как юридически все процедуры соблюсти, чтобы не сорваться. Почему? Потому что многие процедуры уходят в лето. Наша задача за зимний период весенний конкурсные процедуры провести, вовремя зайти на дороги и, самое главное, обеспечить труд так, чтобы по минимуму мешать людям в их текущем ежедневном режиме. И к другим темам. Где в Благовещенске разместить военную технику, чтобы это было уместно и удобно для горожан, обсудили сегодня в администрации города. Заседание рабочей группы было первым, но, очевидно, не последним. Ведь рассматривают сразу пять вариантов. Военную технику на общее обозрение предлагают выставить в сквере воинов-интернационалистов на площади Победы, возле полу Капанира на Краснофлотское Мухино, в районе пограничного управления на Игнатьевском шоссе, а также на пересечении Новотроицкого шоссе и Текстильной. В каждое место выйдут специалисты городского управления архитектуры, чтобы провести фотосъемку и попытаться графически вписать технику в предложенный ландшафт. Мы, я так понимаю, что соберемся еще раз, наверное, обсудим все и выберем наиболее какие-то приемлемые варианты, которые, я так думаю и надеюсь, что будут выставлены на обсуждение горожан, потому что, по сути дела, для горожан это все и делается. Тем временем шесть единиц техники уже ждут своей участи в областном военкомате. С военным комиссаром накануне встретился губернатор Александр Козлов и обговорил передачу танков БМП, БТРа и гаубиц в распоряжении города. Мы каждый год совершаем маневры, маневры при праздновании праздников, мы начинаем вывозить технику, спросить локу и так далее. У нас должно быть место, где можно прийти с ребенком, полазил, посмотрел, в принципе, чтобы, самое главное, за ним ухаживали, за этим местом. Вариант размещения танков в сквере мира не одобряют не только архитекторы, но и простые горожане. Они не готовы пожертвовать ни деревьями, ни памятником, за снос которого ратуют в Союзе ветеранов Афганистана. Монумент «Мир, жизнь и отечество защитившим» готовы отстаивать до конца. Подробности в сюжете. Деньги на этот памятник мы собирали всей школой. Взносы были небольшие, рассказывает благовещенка Софья. В 2009 году она училась в 10 классе. Деньги на памятник взяла из копилки. Насобирать удалось около 400 рублей. За этот вклад девушке даже благодарность дали. Впрочем, жертвовала собственные кровные Софья не ради поощрения. У меня и дед, и прадед воевали, и дядя. Также у нас участвовал в войнах и погиб там, к сожалению, наш друг, который учился в нашей школе, Артем Цинько. Таких неравнодушных, как Софья, в Благовещенске набралось 4000. Большинство – студенты и школьники. Памятник «Мир, жизнь и отечество защитившим» стал первым в России возведенным на деньги молодежи. На его сооружение потратили 400 тысяч. Буквально всем миром собирали и капсулы с землей с мест боевой славы для закладки на аллее памяти. В мае 2006 года мы начали готовить письмо, говорящее письмо, которое разослали по различным точкам, по клубам, по музеям боевой славы в России и за ее пределами. И нам присылали землю отовсюду. Есть здесь капсулы из Берлина, Бородинского поля, Порт Артура, Грозного и Кандагара. Оттуда, где проливали кровь наши соотечественники. Землю захоронили под деревьями, которые в 2005 году на аллее памяти высадили ветераны Великой Отечественной. Ветеранов было тогда много, потому что ветераны, тогда еще немножко наши участники войны, они были еще более-менее в силе, они очень хорошо помогали. Это теперь уж так. И вообще мы сюда приходим, 9 мая, 2 сентября, мы сюда приходим с ветеранами, с нами идет молодежь. Это сквер мира, и никому он здесь отдельно не принадлежит. Это городской сквер мира. Никаких войн не может быть по этому поводу. Юлия Мишурнова, Денис Лугов, программа «Город». День студенческих отрядов отмечают сегодня в России. Этот праздник новый, учрежден президентом в 2015 году. По такому случаю с самыми активными представителями амурских студотрядов встретился глава области. Движение студенческих отрядов при Амуре действует 5 лет и объединяет более 300 человек. Три десятка самых активных рассказали главе области о своих успехах. Они принимали участие в возведении перинатального центра, жилых микрорайонов Тынды. Два года подряд ездили на космодром Восточный и даже побывали в оленеводческих хозяйствах Чукотки. А в прошлом году впервые сотрудничали с Хабаровском. Впервые за много-много лет был сформирован студенческий путинный отряд. Ребята успешно отработали 3 месяца на рыбоперерабатывающем комплексе Восточный в Хабаровском крае. И гарантированная заработная плата на этом заводе была 30 тысяч рублей в месяц. Ребята не только задавали Александру Козлову вопросы, но и выразили ряд пожеланий. Во-первых, им нужны помещения для базирования штаба. Во-вторых, студенты хотят расширить сферу деятельности. Губернатор пообещал поддержку. Я сегодня веду большую работу и встретился со всем руководством «Газпрома» о том, чтобы стройотряды были задействованы и на той стройке, которая пойдет по районам нашей области, начиная с Тындинского района и придет сюда в Благовещенск, это Сила Сибирь. И заводы, которые будут строиться, и компании «Сибур», и «Газпром» в городе свободно. Соответственно, наверное, ваша сетка стройотрядов расширится. Специалисты Россельхознадзора отправились в рейд по предпринимателям. Причем последние сами попросили об этом. Им необходимо проверить в лабораторных условиях купленную у крестьян сою, чтобы спокойно отправлять ее по городам России, в Китай и даже США. Что может помешать зерну выехать за пределы области, сейчас узнаете. Вот, посмотрите, у нас соя хорошенькие. И большой, чистая. Предпринимательница Хань Хунань русскую сою расхваливает как родную. Два года назад уроженка Китая открыла для себя все прелести амурского золота. На этой неделе планируют отправить землякам тысячу тонн, что хранится на складе в специальных биг-бегах. И на этом не остановится. Российская соль лучше, чем в других странах. А чем она лучше? Ну, там, как сказать, масло можно хорошо видеть. И китайцы любят тофу делать. Вот это хорошо идет, вкус. Из тысячи тонн для отправки за границу на экспертизу специалистам необходимо взять всего лишь килограмм зерна. Признаются, 10 тысяч центнеров – это капля в море амурских урожаев. За год раскупится в 300 раз больше. Не вся соя востребована на внутреннем рынке. И очень много сои отправляется в Китай. Вот в прошлом году мы выдали разрешительные документы на вывоз 342 тысяч тонн сои. В этом году, за январь и начало февраля, мы выдали фитосанитарный сертификат уже на 106 тысяч тонн сои. То есть, вот практически треть урожая сои нашего амурского, она уйдет за амур. За амур отечественную культуру специалисты просто так не отпустят. Прежде тщательно осмотрят зернышки и изучат их на наличие паразитов. Чаще всего выявляют опасный сорняк по велику. В этом году пока еще не было случаев нахождения карантинных объектов в СОИ. А весной 2015 года была найдена по-великой японской партии СОИ. Выдано заключение было. И на основании него партия была запрета на вывоз ее в Китай. Хань Хунань повезло. Ничего постороннего, вкупленной ею СОИ, не обнаружили. Партия отправится в Поднебесную в срок. Кристина Коширина, Михаил Величкин, программа «Город». У Благовещенки, явившейся в мировой суд в качестве свидетеля, в сумочке обнаружили запрещенные вещества. Теперь незадачливой посетительнице грозит не только административное, но и уголовное наказание. Порошок, похожий на наркотик, нашли во время досмотра на входе в здание суда. Вещество буро-зеленого цвета с характерным запахом было завернуто в бумагу. Оперативно прибывшие сотрудники наркоконтроля сверток изъяли и отправили на экспертизу. Если она подтвердит, что это наркотики, женщине грозит уголовная ответственность. К административной она уже привлечена за невыполнение требований судебного пристава. Посетительница была предупреждена о том, что запрещенные вещества приносить нельзя, но категорически отрицала их наличие. Автомобилисты-нарушители смогут рассчитывать на прощение штрафов по большим праздникам. Новый административный кодекс, который сейчас готовят к первому чтению, разрешит Госдуме объявлять амнистию по таким делам. Сегодня Госдума может объявлять амнистию только по уголовным делам. К примеру, в честь 70-летия Победы от наказания были освобождены более 230 тысяч россиян. После принятия нового кодекса амнистии станут миллионными. Ведь число осужденных по административным делам только за полгода 2015-го приблизилось к 3 миллионам. Избежать наказания смогут не только автомобилисты, заработавшие штраф, но даже лишенные прав. Впрочем, уже ясно, тем, кто сел за руль пьяным, на прощение рассчитывать не стоит. Отразить социальные проблемы в видеороликах приглашают благовещенскую молодежь. В столице Преамурья стартовал прием заявок на 10-й юбилейный конкурс «Отражение-2016». Затронуть горожан за живое темами ценности родителей, здорового образа жизни, безопасности на дорогах и другими могут участники от 14 до 30 лет. Как индивидуально, так и коллективно. Наряду с традиционными номинациями «Социальный плакат», «Социальный видеоролик» и «Короткометражный фильм» организаторы введут и новые. В этом году у нас добавилась отдельная номинация, это «Социальный интернет-проект», то есть это работы, которые связаны с интернет-ресурсом, которые можно разместить в социальных сетях, например, ВКонтакте, в Одноклассниках и так далее. А также у нас добавились новые темы в направлении семьи, то есть «Моя семья, мое богатство», ну и другие конкурсы. Заявки принимают до 31 марта в отделе по делам молодежи администрации города по адресу улица Ленина, 97 или по электронной почте с пометкой «Конкурс. Отражение». На премию в области литературы и искусства претендует 9 амурчан, авторов книг, спектаклей, телепрограмм и прочее. Сегодня список номинантов утвердили в региональном правительстве. За звание лучших в области литературы поборются авторы книги «Ревизор восточного полушария» и сборника стихов «Живая радуга». А в области искусства – авторы спектакля «Золушка», серии телепрограмм, посвященных памяти Леонида Завольнюка и военно-исторической реконструкции освобождения северо-востока Китая советскими войсками. Отдать голос за номинанта на сайте Министерства культуры приглашают всех желающих. Там же эксперты будут ждать отзывы, в том числе и критику. Обладателей премии назовут в апреле. Прочитать любимую книгу и рассмотреть рецепт, написанный самыми мелкими буквами, теперь с легкостью смогут слепые и слабовидящие. Новое оборудование, поступившее в библиотеку, что в Астрахановке, в прямом смысле заменило глаза десяткам посетителей. Судите сами. Вот стрелочки. Флеш-аппарат или аудиокнига, так по-простому называют это устройство инвалиды по зрению, очень облегчает жизнь слабовидящей Людмилы Владимировны. И не только ее. Тем более управлять им проще некуда. Вставил флешку с книгой и слушай. Прослушал, вставляй следующую. Нам общение такое. В библиотеке только общение. Читать тоже я люблю очень книги, а сама же не вижу читать. И не всегда дети прочитают. Поэтому хорошо, что есть магнитофоны, флеш-аппараты. Поэтому очень хорошо. Книги очень интересные. В фонде библиотеки таких флеш-аппаратов 63. На их покупку потратили 600 тысяч рублей по программе «Доступная среда». Флешек с книгами еще больше. Порядка полутора тысяч. И слушать их можно не только в библиотеке. Из этих оборудованных был сформирован прокатный фонд для людей с нарушением зрения. Оборудование выдавалось на дом. Бесплатно. До сих пор некоторые читатели пользуются этим фондом. Пожалуйста. Очень удобно. Вот такой фон. Это для людей, у кого светобоязнь. Еще одна местная новинка – видеоувеличитель. Им могут пользоваться посетители с широким спектром заболеваний. Здесь можно поменять шрифт, увеличить его, изменить резкость и многое другое. Очень удобно. Вот, например, этот же рецепт прочитать. Очень выручает стационарный видеоувеличитель. Человеку уже не нужно подходить и просить, прочитайте, что там за рецепт. Или прочитайте инструкцию, или прочитайте еще что-то. Включил видеоувеличитель и пожалуйста. Князь Владимир велел всем собраться у холма за тюремным двором. Особую гордость представляет читающая машина «Сара». Работает по принципу сканера. Сначала распознает текст, потом начинает его проговаривать. А рядом единственный в городе принтер, печатающий шрифт Брайля. На покупку оборудования по программе «Доступная среда» потратили более 2 миллионов рублей. А фильмы с тифлокомментариями – это уже подарок спонсоров. С помощью которого в библиотеке удалось организовать целые кинопоказы. Очередной сеанс для слабовидящих состоится 25 февраля. А 22 апреля всех инвалидов по зрению приглашают на «Библионочь», которая пройдет в Амурской областной научной библиотеке. Кристина Добровольская, Ксения Богданова, Андрей Белый. Программа «Город». На этом выпуск подошел к концу. Я с вами прощаюсь и напоминаю, новости всегда в открытом доступе на tv-город.рф. Связаться с новостной редакцией можно по номеру 524202. Приятного вечера. Смотрите нас снова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова